МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Деньги за неделю. Программа о событиях, которые имеют отношение к нашему кошельку. Меня зовут Павел Дивайкин. Смотрите сегодня в выпуске. Почему в Тюмени никак не заработает европротокол ОСАГО? Потому что я считаю, что ущерб у меня выше 25 тысяч. Мнение страховщиков и автолюбителей. Сибирский банк реконструкции и развития. Обсудим его внушительный темп роста и узнаем о выгодных продуктах для клиентов. Хочется отметить, что это первый банк, который за последние 10 лет зарегистрировал головной офис вообще в Тюменской области. Будет ли на российских фондовых площадках новогодний ралли? Вопрос, который сейчас, в конце октября, обсуждают многие инвесторы. Если верить, что рост под конец 2011-го случится, то закупаться ценными бумагами надо уже сейчас. Прогноз на конец года. Мы попросили дать управляющего директора группы компании «Алор» Сергея Хистанова. Вопрос был простой. Ждать ли нам зимнего рывка вверх на биржах? Особенность этого года заключается в том, что помимо такого фактора, как традиционное новогоднее ралли, над рынком давлеют грядущие выборы. Выборы неизбежно сопровождаются изменениями в структуре исполнительной власти и, как следствие, это достаточно сильно беспокоит инвесторов. Поэтому вероятность новогоднего ралли в этом году не очень велика. То есть, с одной стороны, традиционный фактор, с другой стороны, обеспокоенность инвесторов относительно грядущих выборов и общая нестабильная ситуация в мировой экономике. Поэтому, если оценивать вероятность новогоднего ралли на российском фондовом рынке в этом году, то, к сожалению, необходимо констатировать, что эта вероятность близка к 50 на 50. Продолжение следует... Появится возможность найти в одном месте заказчиков, партнеров и специалистов. На сегодняшний день мы являемся потребителями больших корпораций. IT, технологий приходят к нам в основном, наверное, с запада. Поэтому только объединив услуги, объединив усилия, можно добиться хороших, весомых результатов. Оформление ДТП по Европротоколу ОСАГО не пользуется популярностью у тюменских водителей. Напомню, документы при аварии с ущербом до 25 тысяч рублей можно оформить самостоятельно, не дожидаясь приезда ГИБДД. Почему водители выбирают томительное ожидание с включенной аварийкой? В проблеме разбиралась Анна Рабчук. Эта авария одна из та, которая происходит в Тюмени ежедневно. Два участника не учли дистанцию, и каждый считает, что он прав. Чтобы определить виновного, водители два часа ждали сотрудников ГИБДД. Чтобы избежать пробок и не дожидаться экипажа ДПС, водители могли разобраться на месте сами. Составить схему ДТП, определить виновного, сфотографировать место аварии, повреждения, обменяться всеми данными и разъехаться. Однако на деле этого не произошло. Уже два с половиной года в автогражданке применяется так называемый Европротокол. Это упрощенная схема, которая действует при определенных условиях. Участника ДТП двое нет пострадавших, а сумма ущерба не более 25 тысяч рублей. При этом нужно заполнить специальный бланк и прикрепить его к полису ОСАГО. Сразу же составляется извещение. Также они могут вызвать еще аварийного комиссара. С его помощью составить данное извещение. Однако на практике система почти не работает. В страховые компании по Европротоколу обращаются единицы. С одной стороны водители не умеют заполнять бланки, с другой неправильно оценивают сумму ущерба. В машине замечают скрытые дефекты. А значит снова есть повод отказать возмещение убытков. Потому многие по старинке дожидаются экипаж. Потому что я считаю, что ущерб у меня выше 25 тысяч. И если заявили в милицию, то нужно дождаться ДТП, чтобы освидетельствовали место происшествия. Страх водителей оправдан, подтверждает юрист общественной организации. В правилах есть масса нюансов. Например, страховая не возместит ущерб, если участники забыли дооформить документы в ГИБДД или приложить фото аварии. Самый лучший вариант – это минимум ее сфотографировать на телефон. Фотоаппарат, телефон, видео. Чтобы можно было потом привязать ее к местности. Если есть железная, лучше, наверное, рулетка, еще лучше. Можно даже замеры провести. К тому же страховую компанию участники аварии должны прийти вдвоем. Для того, чтобы определить, действительно ли было ДТП, то есть это же все на добровольной основе, и сфотографировать, учесть повреждения как виновника, так и потерпевшего. Для того, чтобы не оставалось никаких сомнений, что ДТП, оно все-таки имело место, это не подстава. Впрочем, Европротокол – дело добровольное для экономии времени, но, судя по утренним пробкам, водителям спешить некуда. Остальные тоже подождут. Анна Рапчук, Александр Зосимов для Сибинформбюро. Заканчивая тему Европротокола, надо сказать, что сейчас в Госдуме дожидается рассмотрения законопроект, по которому страховая сумма может вырасти до 50 тысяч рублей. Принесет ли это результаты? Посмотрим. Ну и к другим темам. Сибирский банк реконструкции и развития – первая за последние 10 лет кредитная организация, зарегистрировавшая свой головной офис на территории Тюменской области. Банк демонстрирует внушительные темпы роста, ведет серьезную экспансию внутри и за пределами региона и предлагает интересные продукты, как для компаний, так и для частных лиц. На этой неделе мы встретились с заместителем председателя правления банка Ольгой Калюжиной. Здравствуйте, Ольга. Спасибо, что уделили нам время. Прежде всего, расскажите нам, пожалуйста, о вашем банке. Что вообще это за кредитное учреждение? Ну, в первую очередь, мне бы хотелось отметить, что Сибирский банк реконструкции и развития – это, безусловно, региональный самостоятельный банк, который имеет головной офис банка в Тюмени, работает на территории Тюменской области. На сегодня у нас в наш, так скажем, регион охвата входит 4 города – Сургут, Нижневартовск, Тобольск по Тюменской области, один город в городе Шумерля, Чувашевской области – это историческая родина банка. То есть мы на сегодня представляем собой региональный самостоятельный банк. Хочется отметить, что это первый банк, который за последние 10 лет зарегистрировал головной офис вообще в Тюменской области. Банк работает в полной продуктовой линейке, кредиты юридическим, физическим лицам, расчетно-кассовое обслуживание, вклады, переводы, автокредитование, ипотека. То есть полная линейка продуктов. Но мы бы хотели себя, так скажем, точнее, немножко позиционировать. И нам интересно предлагать максимально удобные продукты именно в самых востребованных бизнесом и частными лицами областях. Давайте еще один такой географический аспект обсудим. То есть понятно, что Тюменский рынок, о котором вы так лестно отзываетесь, он достаточно конкурентный, да? Много федеральных банков, то есть свои банки достаточно сильные. Все-таки вот как вам удается выдерживать эту конкуренцию? За счет чего? Что вы можете предложить такого нового, какие-то, не знаю, продукты, отношения, технологии? Если говорить о вопросе конкуренции, мне кажется, что, безусловно, федеральные и региональные банки имеют такой определенный круг понятных преимуществ. То есть регионалы это такие быстрые, мобильные, легкие. И федералы имеют большие возможности, например, по нормативам Центрального банка, по суммам, по большим кредитовать заемщиков, да? Но на сегодня, мне кажется, конкуренция уходит больше в продуктовую нишу. И мы на сегодня не конкурируем, как мы видим, именно с группой федеральных банков или с группой региональных банков. Все конкурируют на одном поле. Конечно, мы, выходя на рынок, мы понимаем, что мы выходим далеко не первыми, а просто 74-ми, если надо понимать, что на сегодня именно на рынке Семенской области есть 74 кредитных организации. Мы, конечно, стараемся предлагать максимально удобные услуги. И эти услуги, они должны быть востребованы той нишей, которую мы для себя определяем. Я могу бесконечно долго здесь говорить, но вот если коснуться, например, вкладов. Мы вывели на рынок уникальный вклад, он называется «Отличный плюс». У него годовая ставка 9%, ежемесячная капитализация. Условия, вы можете снять деньги без комиссии в любой момент. То есть мы точно уверены, что аналогичного вклада на сегодня на рынке нет. Мы даже рекламную кампанию продумывали с таким слоганом «Найди лучше, получишь больше», для того, чтобы понять, что мы готовы стимулировать, так скажем, просто презентовать что-то клиентам, если они нам дадут информацию о том, что действительно есть на рынке лучший продукт. На сегодня лучшего продукта нет. Вот смотрите, если нам с вами обсудить, сейчас мы заговорили уже о продуктах, если нам с вами поговорить о малом и среднем нашем бизнесе. Тоже такая достаточно конкурентная тема, но, тем не менее, с большим потенциалом. Кризис вроде бы заканчивается, народ за деньгами вроде как идет. Вот в этом плане что вы можете им предложить? Ну, безусловно, малый и средний бизнес – это вообще основная сфера наших интересов, потому что исторически региональные банки, конечно, работают с малым и средним бизнесом. У нас на территории России 60% кредитов малому бизнесу и среднему выданы именно региональными банками. Здесь мы начну, наверное, с того, что мы в рынок выдвинули сейчас рекламную кампанию, которая идет под слоганом «Сибиряк, сибиряка поймет наверняка». То есть мы здесь даем, на наш взгляд, таких два серьезных посыла. Во-первых, мы работаем на территории, мы точно хорошо знаем специфику вашего бизнеса, непосредственно ваших поставщиков, ваших контрагентов. И, с другой стороны, когда мы говорим «поймет наверняка», мы показываем не только нашу возможность, но и наше желание разбираться в вашем бизнесе. И те продукты, которые мы на сегодня предлагаем, мы предлагаем, безусловно, полную продуктовую линейку и кредиты на покупку коммерческой недвижимости, на обновление оборудования и на оборотные средства. Но при этом еще мы предлагаем максимально удобные графики финансирования и максимально удобные графики погашения. Мы для себя также в этом бизнесе выбрали такую политику, когда мы разному бизнесу разные условия, так мы для себя говорим, и мы понимаем, что возможности малого и среднего бизнеса каждого предприятия, они очень разные. Мы готовы к каждому предприятию, исходя из того, что у него есть на сегодня, какие у него есть возможности финансовые, какие у него есть возможности залоговые, предложить тот продукт, который будет востребован именно этим предприятием. А времени для принятия решения вообще меньше вам нужно, чем к каким-то глобальным банкам? Ну это вообще безусловно, и мы даже, так скажем, никогда банк, который принимает решения путем многоступенчатой системы кредитных комитетов, который закован вот эти формальные обязательства по сбору именно этого пакета документов, шаг в сторону, расстрел, безусловно, никогда не сможет конкурировать с нами по скорости принятия решений. А для малого бизнеса, для малого-среднего бизнеса, я как-то больше так вот этот сегмент для себя определяю, для них вот эта быстрота принятия решений, безусловно, одно из, так скажем, самых важных качеств банка. И мы на сегодня вот его так достаточно успешно, на наш взгляд, реализуем. В Тюмени стали чаще продавать квартиры, купленные в ипотеку. Об этом за круглым столом в газете «Комсомольская правда» говорили представители агентств недвижимости и городской администрации. Сейчас количество сделок по продаже таких квартир 1-2% от общего числа. Покупатели берут жилье с обременением из-за выгодной цены. Продавцы ипотечных квартир выставляют их на рынок из-за семейных обстоятельств и даже из-за проблем с банками. Эксперты говорят, что не все четко понимают условия договоров ипотеки. Здесь основная ответственность, это вот как раз на банке, когда заключается договор об ипотеке, чтобы в банке гражданину, потребителю, в данном случае назовем его, предоставляли правдивую, достоверную, полную информацию о том, что он может, чего он не может, что будет в случае, если, чего не будет и как это все может закончиться для него, хорошо или плохо. На этом все. Наша новая встреча в эфире ровно через неделю, в это же время. Да, и ищите нас в интернете money.tumen-time.ru. Там нас все время можно увидеть. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!